Ауазу биллэхи мина шейтанир рагим, бисмиллэхи ррахмалир рахим, кайфа такфуруна биллэхи, вакунтум амватан, фаахьякум, сумма юмитукум, сумма юхийкум, сумма илейхи туржаун. Правдив великий Аллах, с именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему Господу миров, мир и благословение, пророку, его семье и сподвижникам. Братья и сестры, ассаляму алейкуму рахмату ллахи ва баракату. Сегодня мы собрались с вами здесь, чтобы поговорить на тему путешествия души. Вот сейчас вы сидите и думаете, как и многие другие люди. Вот моя жизнь, и когда я умру, то всё. Моя душа куда-то попадёт, но живу я здесь. Вот она, моя жизнь. Я хочу прожить вместе со своей семьёй подольше. Я бы очень хотел жить долго, 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 долго. С мамой, с папой, с сестрой, с братьями. Но в итоге мы всё равно умрём. И я вот что скажу вам, братья и сёстры. Мы думаем, что когда человек покидает этот мир, то есть умирает, переходит в мир иной, расстаётся с жизнью. Нам кажется, что это конец жизни человека. Он ушёл и всё. То есть его душа рассталась с телом, и всё, он умер. Но, когда Аллах ниспослал Коран, появился новый термин. Да, в Коране Аллах использует слово смерть, маут. Аллах говорит, каждая душа вкусит смерть. Но также Аллах говорит о том, что мы перенесёмся. Мы с вами перенесёмся в другой мир. Мы путешествуем. Мы переходим из этого мира в другой мир. По сути, мы не умираем. Смерть – это не конец. Да, мы вкусим смерть. Но пойдём дальше. И переходить из одного мира в другой для нас не впервой. С нами это уже было. Мы уже переходили из одного мира в другой. И вот смотрите, братья и сёстры. Не думайте, что смерть – это конец жизни. Это жизнь очень маленькая. По сравнению с вечной жизнью, которую Аллах даст нам в раю, иншаллах. Мы, мы с вами, каждый из сидящих здесь, все, кто это слушают, мы созданы для вечности. Душа наша будет жить вечно. Да, начало у нас есть. Точка отсчёта. Начало нашего с вами появления. И я сейчас говорю не о рождении, а о том, когда Аллах создал наши души. И мы с вами испытаем только одну смерть. После этого мы уже никогда не умрём. После судного дня, либо в рай, либо в ад. И на протяжении этой жизни мы переходим из одного мира в другой. Условно, эти переходы можно разделить на пять стадий. Каждый из нас через них проходит. Целых шесть миров, в которых мы живём. Пять переходов и шесть миров. Причист великий Аллах. Сначала первый мир. И вы можете подумать, о чём же он говорит? Мы жили в бестелесном мире, в виде души, в так называемом мире душ. Сначала душа человека была всего одна. Это был пророк Адам, мир ему. Из его души Аллах создал все остальные. И каждый раз, когда в этом мире рождается ребёнок, в его тело входит какая-то из этих душ, в которой Аллах предопределил, что она родится. У всех нас это было. И у каждого человека, абсолютно у всех людей. Вот взять так называемый Алямуль-Аруах, мир душ. Мы с вами, когда находились там, не знали, в каком мире нам предстоит родиться. И для каждого из нас Аллах предопределил тело. Вот этот мир душ и есть самый первый мир. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что если ты в этом мире видишь кого-то, и тебе кажется, что ты знаешь его, но никак не поймёшь, откуда. Смотришь и думаешь, где же я тебя видел? Так вот, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, что это может быть... Мы видели его, когда были в Алямуль-Аруах, то есть в мире душ. И когда мы были душами, ещё до того, как Аллах послал Адама и Хаву в этот мир. Мы в то время жили без тел, были просто душами. Одной душе в будущем было суждено стать матерью для другой души, но мы этого не знали. Так вот, ещё в те времена Всевышний Аллах спросил у всех душ. И об этом Аллах говорит в Коране. Вот твой Господь вынул из чресел сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя. Разве я не ваш Господь? Дескать, не я ли причина того, что вы существуете и наделены всем необходимым? И мы в то время были сосредоточены только на Аллахе. Нашим дыханием было поминание Аллаха. Мы знали только Аллаха. Мы постоянно поминали Аллаха. И когда Господь сказал душам, не я ли ваш Господь? Мы сказали, да, мы свидетельствуем. И тогда Аллах сказал нам. Это для того, чтобы в день воскресенья вы не говорили. Мы не знали этого. Или чтобы вы не сказали, наши отцы были многобожниками. Раньше нас. А мы были всего лишь потомками, которые пришли после них. Неужели ты погубишь нас за то, что совершали приверженцы лжи? И вот Аллах послал Адама и Хаву в этот мир, на эту планету. И у них появились дети. И Аллах из мира душ отправлял души в новые и новые тела. Аллах предопределил, какая душа, у каких родителей родится, в каком теле. И вот душа заключена в тело, пока Аллах не освободит ее. И Аллах говорит нам, что наша миссия, миссия души в этом теле. Это, живя в этом мире, по-прежнему считать меня Господом. Вы найдете много чего в этом мире, что будет говорить вам о моем существовании. И вот мы с вами живем в этом мире. Где далеко не все гладко, в отличие от мира душ, в котором мы были. Когда мы знали только Аллаха. Нам наверняка там очень нравилось. И наверняка мы не хотели уходить. Но пришло время покинуть мир душ. Хотели вы его покидать? Нет. Я хотел покидать? Нет. Но пришло время каждому из нас родиться. И я стал сыном двух других душ. Моего отца звали Ауляд. Да помилует его Аллах. Скажите Амин. А мою маму звали Рукайя. Да помилует ее Аллах. Скажите Амин. Оба они ушли из этого мира. Так вот я, я сам, конечно же, этого не помню. Это я вам говорю на основе священных текстов. Настал мой черед. Родиться. У тех родителей, которые были нам предопределены. И вот для вас, как для души, уже подготовлено тело. А вот эта душа станет твоей матерью, а эта твоим отцом. Аллах установил между вами связь. А те души, которые родились до тебя или родятся после у этой женщины, станут твоими братьями и сестрами. А в мире душ у нас не было ни отца, ни матери. У нас не было ни братьев, ни сестер. Когда мы находились в утробе матери, это еще один промежуточный мир. Там нам тоже было уютно, и оттуда мы тоже не хотели выходить. Ангел вдыхает душу в тело ребенка в утробе матери. Наверное, это можно сравнить с накачиванием камеры колеса. Так же, как воздух наполняет эту камеру, так же и в тело ребенка вдыхается душа. Душа – это и есть человек. В утробе матери ребенку ничего не нужно делать. Еда ему поступает от матери. И вот, представьте, в утробе два близнеца. И один близнец говорит другому – однажды мы уйдем из этого мира. А другой ему – да ладно, как так? Да, говорит, мы выйдем в большой мир. Мир? Не знаю никакого мира. Вот мой мир. Нет, говорит, мы выйдем в светлый мир, где живут большие люди, там будут дома. Слушай, не знаю я ничего такого. Ты сам все это видел? Нет, говорит. Ты вообще видел кого-нибудь? Кто оттуда вернулся бы? Нет, говорит. Но я знаю, что так будет. Когда мы выйдем отсюда в большой мир, мы будем есть сами, через рот. Да ты свихнулся! Зачем нам с тобой есть? Здесь мы обеспечены пропитанием. Это похоже на то, как верующий приводит неверующему все доказательства. А неверующий все это отрицает. И чем это аргументирует? Тем, что я этого не видел, я этого не ощущал. И я не видел, чтобы оттуда кто-то возвращался. Но мы-то знаем, что оба они покинут утробу матери. И когда они родились бы, если бы они и вправду могли бы все осознавать, как взрослые, представляете, какой был бы шок для того близнеца, который увидит то, во что не верил. Вот и сегодня так же. Верующие говорят тем, кто не уверовал. Когда мы умрем, когда уйдем из этого мира, из третьего по счету. Первый какой? Алямуль-Аруах. Мир душ. И из него? Первый переход. В утробу матери. Во второй мир. Второй переход происходит, когда мы рождаемся. Приходим в этот мир. Третий мир. Это вот эта мирская жизнь. И третий переход будет в промежуточный мир между этим земным и судным днем. В нем мы будем находиться, пока ангел не подует в рог. И наступит судный день. И вот мы говорим тем, кто не уверовал в послание Аллаха, что всех ждет переход в следующий мир. Честно говоря, и мусульмане, у которых слабая вера, живут так, будто вечной жизни не будет. Увлеклись они этим миром. Прицел сбился. Те, кто считает себя мусульманами, сомневаются в воскрешении. Говорят, что, судный день? А что, если на самом деле будет реинкарнация? Что, если много жизней, и душа переселяется? Может, мы вообще в следующей жизни будем животным или камнем? Или в следующей жизни будем деревом? Некоторые бывшие мусульмане подверглись влиянию атеизма. Говорят, мол, ну так-то никто оттуда не возвращался же. Ты лично видел, что кто-то вернулся оттуда, с того света? Что вот он видел, что там, на той стороне? Кто ангела смерти прям видел? Других ангелов. Кто видел жизнь после смерти? Неверующие считают нас фанатиками. Говорят, мол, вы верите в сказки. Мы им объясняем, в раю, иншаллах, будет такая же жизнь, как и здесь, только лучше. Они говорят, ну-ну. Но все посланники Аллаха, включая нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, говорили нам о вечной жизни. И люди, как эти два близнеца, из которых один отрицал. Но в вечную жизнь попадут все. И те, кто верил, и те, кто не верил. А если человек не хочет верить в это, он рискует. Ему надо задуматься. А что, если это правда? Во времена Мусы при фараоне верующий был, но он скрывал свою веру. Он сказал ему, Если Муса, пророк Муса имеется в виду, лжет, так его ложь против него и обернется. Дескать, если ты уверуешь, а после смерти ничего не будет, что ты теряешь? Ты ничего не теряешь. Но в то же время, А если ты не уверуешь, и после смерти окажется все то, о чем Муса говорил, то тебя коснется часть того, от чего он предостерегал. То есть наказание за неверие. Аллаху Акбару. И если ты не веришь в ислам, кем бы ты ни был, задумайся над этим. Я понимаю, сегодня смутные времена. Людей со всех сторон атакуют идеологической пропагандой. Бомбардируют просто. В интернете куча сайтов, которые содержат ложь. В интернете далеко не все достоверное. Вот взять пылесос. Огромный пылесос, с которым ты выглядишь как Шварценеггер. С М-60. И вот ты с этим пылесосом с огромной трубой, заходишь в комнату, включаешь его и начинаешь все втягивать. Бумажки, ручки, занавески, все, что на пути попадается. Вот это и есть интернет. Он впитывает вообще все. Всю информацию. Ложь, правду, выдумки, клевету, идеологическую пропаганду. Вот и представь, берешь ты фильтр своего пылесоса, так, занавески, так, что тут у нас, ручки, документы, мусор, то же самое. В Ютубе куча каналов, атеисты, шииты, кого только нет. В итоге у человека каша в голове, он не знает, во что ему верить. Так а зачем ты все это смотришь-то? Послушайте меня внимательно, ребята. Не слушайте все подряд. Вот есть праведные люди, которые учились у других праведных людей, а те у других праведных людей. И цепочка этого сходит к сподвижникам пророка, которые учились у самого пророка. Мир ему и благословение Аллаха. Вот у них и учитесь. Вот их и слушайте. Иначе можете сбиться с пути. Вернемся к нашей теме. Мы говорили о третьем мире. О том, в котором мы сейчас. Из него последует переход в четвертый мир. Это барзах. То есть промежуточный мир между этой жизнью и судным днем. И из этого мира тоже человек не хочет уходить. И родители твои, наверное, не хотят. Твои братья, сестры, твои друзья, нам всем. Аллах столько всего дал в этом мире. Пропитание, развлечение, слух, зрение, разум, свободу, удобное тело. Дал мне красоту, знания, какие-то умения. Аллах много чем наделяет меня, заботится обо мне. Всем нам Аллах в этом мире много чего дает. Столько друзей он дает нам. Много приятных людей нас окружают. Всевышний Аллах дал нам дом, комфорт, мебель, удобный матрас, диван, телевизор, холодильник. Все это под рукой. В этом мире так хорошо. И мы не хотим отсюда уходить. Люди постоянно созваниваются с кем-то, переписываются, болтают о том, о сём. Столько приятного. Люди пристрастились к этому миру. Люди прикипели к этой жизни и не хотят уходить из неё. Если ты их спросишь, скажи, вот ты хочешь уйти из этого мира? Он скажет, нет, мне здесь неплохо. Видите, так же, как нам удобно было в мире душ. Нам было удобно в утробе матери. Мы из неё не хотели выходить. И точно так же. Из этого мира тоже люди не хотят уходить. Здесь ведь так хорошо, удобно. И чем больше живёшь, тем больше добра наживаешь. И тем менее лёгкий на подъём ты становишься. Чем больше у тебя вещей, чем больше жизненного опыта, тем интереснее тебе жить. Аллах предписал верующим выплачивать с имущества налог, закат, и давать милостыню. Это хорошо помогает. А то, когда ни с кем не делишься, только себе, себе, вкладываешь, деньги считаешь. Это тебя привязывает к этому миру. К этой жизни прикипаешь конкретно. Карьерный рост в компании тоже укореняет тебя в мирском. Работа стабильная, жена, дети, все дела. В недвижимость вкладываешь. Опять же, что-то своё. Едешь на выходные, деньги тратишь. На себя, на семью. Копишь, копишь, вкладываешь. Удовольствие от жизни получаешь. Нравится тебе жить. Конечно, кому уходить захочется. А Аллах предписывает нам делиться. Когда твои неиспользуемые деньги достигают определенного количества, ты обязан выплачивать с них 2,5%. Это дисциплинирует тебя, не дает сбиться с курса. Напоминает, что мы здесь не навечно. Аллах создал для нас 6 миров. И мы сейчас только в третьем. Мы на полпути к цели. А цель наша – это вечный рай. Аллах не хочет, чтобы мы пестовали в себе жадность, чтобы привыкали к этому миру. Аллах предписал нам паломничество. Хадж. Почему? Чтобы мы одевались, как покойники, в два клочка ткани. И говорили, я перед тобой, о Аллах, я перед тобой. Как в судный день. Типа репетиции, чтобы прочувствовать уже здесь. Аллах предписал нам обязательный пятикратный намаз. Почему? Тем самым Аллах говорит нам, о человек, не забывай, что Аллах тебя создал, и к Аллаху ты вернешься. Не утроба твоей мамы была началом. Не семя твоего отца было началом. Ты пришел из мира душ. И жизнь не заканчивается этим миром, где ты покупаешь очередную квартиру и сдаешь ее. После этой жизни ты перенесешься в другой мир после судного дня. И уже этот мир будет вечным. Аллах говорит нам, не забывайте об этом. И Аллах предписал нам пять намазов. Не для того, чтобы мы их все за один раз прочитывали, а чтобы на протяжении суток равномерно распределить. От рассвета до ночи. Посередине предвечерний намаз. До него полуденный. После вечерний. Вот в эти времена Аллах хочет, чтобы мы обязательно поминали его. Один брат говорит, у меня вот на работе не всегда получается намаз читать. Я его спрашиваю, почему не получается? Ну я не хочу, чтобы люди знали. Поэтому я в кладовке читаю. А когда кто-то заходит, я делаю вид, что что-то делаю там. Какие-то вещи перекладываю. И из-за этого, говорит, иногда намазы пропускаю, потом возмещаю. То есть человек приходит домой после рабочего дня. И вот он хочет исполнить долг перед своим господом. И Зуфар Асур Магриб Айща читает за раз. И вот он спрашивает у меня. Мол, можно мне читать Зуфар Асур Магриб Айща за раз? Как следует попоклоняться господу. На одном тахарате четыре намаза. Все за раз. О боже. Парень решил, что это какие-то игрушки что ли? Не надо играть религией. Это же не шутки. Это вот как, например, отсюда вам надо полететь в Дубай. Оттуда пересесть на другой самолет в Бангладеш. Оттуда пересесть на другой самолет в Австралию. А я тебе скажу, нет, лети одним рейсом в самую дальнюю точку сразу, без пересадок. Это уже другое. Почему пять намазов так разнесены? Чтобы между ними был перерыв. Чтобы мы чувствовали контраст между мирским и намазом. Друзья мои, для чего Аллах предписал нам намаз, пост? Чтобы наша душа, наш дух был связан с Аллаем. Которого мы поминали в мире душ и к которому вернемся. Аллах хочет, чтобы мы были бдительны. Вот скажите мне, почему Аллах не хочет, чтобы у нас были парни, девушки, потому что Он хочет, чтобы у нас были серьезные отношения? Почему Аллах мужчинам запретил золото и шелк носить? Чтобы мы не привыкали к роскоши. Она вызывает желание остаться в этом, третьем мире и забыть, что у нас впереди еще два мира. Всего шесть. Какой первый? Мир душ. Алямуль-Аруах. Из него переход куда? В утробу матери. Это второй мир. Третий мир какой? Вот это жизнь. На земле. Четвертый мир – это барзах. Промежуточный, потом судный день. А шестой мир – это либо рай, либо ад. Мои братья, мои сестры. Поймите, что шариат был неспослан Аллахом. Чтобы мы не забывали, кто мы. Мы не просто бизнесмены, бизнесвумены. Мы не просто студенты и студентки колледжа, которые живут, женятся, ищут жилье, наслаждаются жизнью. Мы здесь не просто, чтобы покупать модные машины. Не забывай, твоя машина однажды окажется на свалке, а ты однажды умрешь. Машины в итоге оказываются на свалке. И все люди однажды умирают. Проснитесь. Этот мир не место, чтобы просто жить, жить в нем и умереть. Аллах говорит в Коране, что он сказал первому человеку, Адаму, мир ему. На ней, то есть на земле, вы будете жить и на ней будете умирать. И из нее вы будете выведены. То есть воскрешены, возвращены к Аллаху в судный день. Друзья мои, сподвижники говорили пророку, мир ему и благословение Аллаха. Когда ты рядом с нами, то рай и ад будто перед нашими глазами. Это хадис из Бухари. А когда мы возвращаемся к своим семьям, домашние хлопоты, жизненная рутина, то вся эта ясность осознания улетучивается. И из-за этого мы чувствуем себя лицемерами. Посланник Аллаха салаллаху алейхи сказал им, что это нормально. Иногда чувствовать себя вот так, а иногда вот так. Поймите правильно, это нормально наслаждаться жизнью. Но, пожалуйста, не привыкайте к этому миру настолько, чтобы забыть, что этот мир всего лишь один из шести миров, в которых живет душа. Не совершайте эту ошибку, потому что когда наступит время смерти, придет пора уходить отсюда. Когда за моей душой придет ангел смерти, посланный Всевышним Аллахом, тогда наступит время проснуться. И какая в тот момент мысль поразит нас? О Боже! О Аллах! О Аллах! О Аллах! Почему? Потому что вы сразу поймете, что вы были душой, а не телом. Просто ваша душа жила в этом теле. Вы проснетесь. И тогда каяться уже будет поздно. Ты уже ангелов видишь. Когда умирая видишь ангелов, значит все, игра окончена, каяться поздно. Вся твоя жизнь была лишь одной из остановок в твоем путешествии. И тогда мы осознаем, что мы вернемся к Аллаху и что пути назад уже нет, он отрезан. Точно так же, как ребенок после рождения не вернется в утробу матери. То же самое человек, покинувший этот мир, не вернется уже в эту жизнь. В момент смерти ангел извлекает нашу душу. Теперь мы отрезаны от этого мира. Душа выходит из тела. Душа – это ты сам. Выходишь из телесной оболочки. Душа переносится либо в Иль-Ин, либо в Сиджин. Если душа хорошая, она пойдет в Иль-Ин. Если душа плохая, то в Сиджин. И то и другое упоминается в суре обвешивающей. Мутов Фифин. Пусть Аллах даст нам попасть в Иль-Ин. Скажите Амин. Да, в момент перехода мы теряем связь с нашими родными. Но в промежуточном мире мы можем увидеть других родных. Мы можем увидеть своих предков. прапрадедушку, если они были праведны и тоже попали в Иль-Ин. И не дай Бог нам попасть в Сиджин. О, Аллах, защити нас. Скажите Амин. Аллах наши души забирает не только в момент смерти, но и когда мы засыпаем. Аллах говорит Аллах забирает души в момент смерти, а ту, которая пока не умирает, в момент сна. Он удерживает ту, которая предопределила смерть, а другую отпускает до определенного срока. Бывает, что нам снятся умершие родственники. То есть во сне наша душа встречается с его душой. Иногда это воображение, конечно, но бывает, что души встречаются в мире снов. Аллах создал мир снов, и это может происходить очень быстро, в мгновение ока. Разные бывают сверхъестественные явления. Например, имам Бухари, да помилует его Аллах. Когда его похоронили, от его могилы начал исходить очень стойкий аромат благовоний. В итоге люди начали набирать землю с его могилы, несли домой. И так происходило три дня. Каждый день они приходили и забирали землю с его могилы. И ученые того времени попросили Аллаха, чтобы этот аромат исчез. Потому что снова и снова приходилось землю приносить на могилу. Она была просто на расхват. Представляете? И на третий день это прекратилось. Это известный эпизод из жизни имама Бухари. В Пакистане тоже шейх один был. Умер в 60-е годы. То же самое было. В Бангладеше тоже такое было. Когда умер один приближенный Аллаха в 70-е. И в 2014-м, то есть пару лет назад, могила Мущахида Байенпури, да помилует его Аллах, в Бангладеше тоже источало аромат. Продолжалось это целый день. Аллаху Акбар. Этим Аллах показывает нам, что человек был праведным. И перед судным днем Аллах повелит ангелу подуть в рог. И тогда все души в Иль-Ине отключатся. И все джинни тоже. Не то, что они умрут. Ведь смерть будет только одна при переходе из этого мира в будущий. Но души отключатся. И на земле все разом умрут. Аллах разрушит все, что на этой земле. И сделает землю одной большой площадью. И когда ангел второй раз подует в рог, все души вернутся в тела, которые к тому времени уже обновились. И люди очнутся. И вот теперь мы на судном дне. Условно говоря, это пятый мир. А живет каждый человек из когда-либо живших. Каждое создание. Динозавры, всякие животные, все насекомые, все придут на судный день, кто когда-либо существовал. Но на этот раз все будет по-другому. В этом мире мы контролируем свое тело. Идем куда хотим. В судный день такого не будет. Каждый будет делать только то, что Аллах позволит. Ты пойдешь туда, куда Аллах повелит. Ты не сможешь просто взять и убежать. Всевышний заставит пойти людей туда, куда нужно, чтобы они пошли. И вот, например, в судный день я вижу свою мать, своего отца, своих братьев, сестер. И я понимаю, что они такие же души, как и я. Мы все пришли из мира душ. Жили на земле в разных телах. Аллах говорит в Коране, когда же смерть подступает к кому-нибудь из них, он говорит, Господи, верни меня обратно. Быть может, я стану совершать праведные поступки, которые я отбросил. Но нет, это всего лишь слова, которые он произносит. Позади них будет преграда вплоть до того дня, когда они будут воскрешены. А в тот день, когда затрубят в рог, между ними не останется родственных связей. И они не будут расспрашивать друг друга. И мы не сможем друг другу помочь. На земле мы прожили в теле всего-то лет 40, 50, 60. И мы видим, что сегодня этот срок ничто. Ведь судный день будет длиться 50 тысяч лет. Хотя для праведных верующих он пройдет быстро. В мире душ мы провели тысячи и тысячи лет, пока не родились. В утробе матери немного прожили. А на земле мы сколько проживаем? 50, 60, 70, 80 лет. Они пронесутся как день по сравнению с судным днем, который для очень многих будет длиться 50 тысяч лет. По сравнению с вечным раем. По сравнению с вечным адом. По сравнению с тысячами и тысячами лет, проведенных нами в мире душ, прежде чем родиться на земле. Наша жизнь очень коротка. В судный день людям покажется, что они провели в этой мирской жизни день или часть дня. И вот теперь в судный день в этом новом мире ты будешь или под троном Аллаха с посланником Аллаха Мухаммадом салаллаху алейхи времен. С Мусой мир ему, с Иисусом мир ему, с Нухом мир ему, Давудом, Сулейманом, Юнусом, Якубом, Ибрахимом, с Алихом, Гудом, с пророком Адамом, мир им всем. И судный день для тебя пронесется, как время, за которое прочитывают два ракета судной фаджр намаза. Или же в судный день над твоей головой будет солнце на расстоянии мили. Судный день продлится для тебя 50 тысяч лет. Пусть Аллах убережет нас от наказания в аду. Давайте вместе скажем Амин. Если верующий попадет в ад, то это будет временно. И когда он выйдет оттуда, его омоют живой водой, его тело восстановится, и он войдет в рай. И вот последний мир, шестой, в конечном итоге верующие навечно попадут в рай, а не уверовавшие навечно в ад. Либо огонь, либо райские сады. Либо наказание, либо наслаждение. Друзья мои, мы должны проснуться. Мы должны провести нашу жизнь. Эти 80, 70, 60, 50, 40, 20, 10 лет. Ведь не знаем, сколько нам суждено прожить. Может всего год? Кому-то несколько месяцев? Или несколько недель? Я не знаю, и вы не знаете. Мы должны остаток жизни провести как? В послушании Аллаху. Жить в рамках дозволенного. Послушайте, что Аллах говорит в Коране. Сура 37, аят 41. Именно им, то есть обитателям рая, уготован известный удел. Фрукты. Им будут оказаны почести в садах блаженства. Они будут возлежать на ложах друг против друга. Их будут обходить с чашей родникового напитка. Белого, доставляющего удовольствие пьющим. Он не лишает рассудка и не пьянит. Возле них будут гурии, потупляющие взоры, большеглазые. Подобные оберегаемому яйцу. Они будут обращаться друг к другу с вопросами. Это все в раю будет происходить. Один из них скажет, был у меня товарищ. Он говорил, неужели ты принадлежишь к числу верующих? Неужели мы получим воздаяние после того, как умрем и станем прахом и костями? И Аллах скажет им, не взглянете ли вы? Он взглянет и увидит его в середине ада. Он скажет, клянусь Аллахом, ты чуть было не погубил меня. «Если бы не милость моего Господа, то я оказался бы в числе ввергнутых в гиену. Неужели мы никогда не умрем? После нашей первой смерти, неужели мы никогда не будем подвергнутым учениям? Это и есть великое преуспеяние. Это лучше, чем успех на экзаменах. Это лучше, чем зачет автоматом. Это лучше, чем получение самой престижной работы. Это лучше, чем взять в жены самую красивую женщину или выйти за самого красивого мужчину. Вот он, величайший успех. Рай. Джаннат. Ради такого пусть трудятся труженики. Мои братья, мои сестры, я заканчиваю. Надеюсь, что после этой лекции вы осознаете мир, в котором мы находимся. Ничто по сравнению с миром, который мы можем получить. Этот мир такой маленький, такой незначительный по сравнению с вечной жизнью. Братья, сестры, не слушайте никого. Никому не позволяйте отвлечь вас от поклонения Аллаху. Пускай говорят, что хотят. Думай о своей душе. Работа мешает поклонению, значит, не нужна тебе такая работа. Придерживайтесь ислама. Угождайте Аллаху до конца жизни. Не делайте харам, например, желая легких денег сделать что-то запретное. Друг мой, зарабатывай дозволенным путем и трать только на халяль, чтобы в промежуточном мире мы попали в Иль-Иль-Ин, обитель праведных и чтобы мы с вами иншаллах попали в высший рай, где мы увидим Всевышнего Аллаха. Иншаллах. Скажите иншаллах. Амин. Пусть Аллах примет наши молитвы. И, наконец, вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Субтитры создавал DimaTorzok